70 лет прошло с того дня, когда прогремели залпы победного салюта в Великой Отечественной войне. Но с каждым годом становится меньше тех людей, которые были творцами этой победы, которые пережили те страшные дни, которые не опустили голову в дни оккупации, которые после нее на фронте и в тылу делали каждое свое дело, чтобы этот салют состоялся. В их рядах были не только мужчины и парни, но и юные девчонки, сменившие туфельки на солдатские сапоги и валенки. Они еще многого не поведали нам о той войне, и тем ценнее сегодня для потомков должно быть каждое сказанное ими слово. ПЕСНЯ Раздарили сестренкам своим Сапоги, ну куда от них дешься Да зеленые крылья погон Вы наплёйте нас плетника Ну войну, война началась, когда я окончила 7 классов летом. Сразу мы начали трудовую жизнь. Через месяц немцы заняли город, и мы остались в оккупации. В оккупации сразу работать на производство, на фабрике, везде самые трудные работы. Наш детский труд подростковый как раз хорошо шел. Вот. И никаких проволочек, никаких этих отказов, ничего, все. Ну, кормили там, немцы кормили за то, что мы работали. Никаких зарплат, ничего не было, просто работали. Мне было 14 лет от того, что я отвернулась от станка, а как раз зашел немец. И он меня на месяц отправил грузить торфяную крошку на мороз для котельной. Я грузила лошадь далее, ваонетку, а крошка разлетается на морозе. Крошка. И все. Ну, и так прошла эта оккупация. А потом, когда город освободили, город Клинцы, Брянская область, освободили город наш 13 сентября 43-го года. И мы пошли работать на восстановление промышленности города. Потому что наш город был очень промышленностью, много фабрик суконных было, заводов всяких, все. И люди нужны были. И наш труд как раз требовался. Я работала на фабрике. Через... Это в ноябре месяце нас в Варкома Комсомола вызвали повесткой. В Варком Комсомола. Я пришла в Варком Комсомола. Там было еще, кроме меня, еще 10 девушек. К нас сказали нам, что вы поедете работать в армию. Нужно вот... В армии нужны работники. Ну, и буквально через неделю нам дали валенки. Посадили нас на машины. Именно валенки. Больше ничего. Чтобы ноги не замерзли у нас. И на сено, и на машины. И когда мы ехали в армию, на место работы, службы, или работы, скорее так, нас... Мы ехали через СОЖ. Через СОЖ был протянут этот мост понтонный. И по этому мосту ехали мы на машине. СОЖ был замерзший. Уже это ноябрь месяц, но СОЖ был ледяной. И он был красный от крови. Потому что там только-только прошли бои. И СОЖ был просто вот красный, лед был. И все. Это для нас было ужасно. Потому что мы знали только бомбежку. Дом наш разбомбили. Когда при немцах наш дом разбомбили. Под обломков мы вылезли. И было для нас вот это увидеть, вот это вот кровяное, этот лед, это было страшно. Ну, приехали мы. Привезли нас в часть. Куда кого. Меня и еще одну Костакову Марию. И тоже клинчанку. И нас отправили работать в политоотдел 63-й армии. В офицерскую столовую. Вот. Эта Костакова пошла, так как она была постарше меня, она работала на кухне. А еще девчонки были. Четыре девочки, которые... Пищу, которую готовил солдат, повар солдат был. Он готовил пищу, еще кроме офицера, он еще готовил пищу для солдат, окопы, которые в окопах были. И вот эти девочки, они уже были на... Ну, в армии уже давно. И они на термосах наливали им горячую пищу. И они ползком под пулями ползли, чтобы отнести горячую пищу солдатам. Чтобы накормить их. И в одном из таких вот ихних походов, одну девочку этот термос пробила, пуля. И ее обварило все этим горячим борщом. И, конечно, ее в госпиталь отправили, все. Но политотель, у нас был начальник политотела Гензик, полковник Гензик. У него был адъютант, не помню фамилия, на АЭС как-то фамилия была. И они поехали на передовую. А я вот это работала именно на передовой, первом эшелоне. Это передовая была линия фронта. И они поехали на поле, и на минном поле подорвались капитана этого насмерть. Сразу убила, а полковника привезли к нам туда, в это село, мы, под Моилевом, деревня Осиновка была. Привезли туда его, а потом отправили в госпиталь клинцы. Ну и в Клинцах он умер. Его похоронили в Клинцах у нас. И назвали улицу Гензика. Есть у нас там такая улица Гензика. Потом прислали нового начальника полетоддела, полковника Александрова. И этот полковник Александров, кроме того, что я кормила всех офицеров, обслуживала. Вот. Одна столовая, ну хаты деревенские, за фронтом как шли, где-то в хате. Останавливались, вымывали хату и столовую такую оборудовали, полевую такую столовую. Вот. Еще мне было поручено кормить, когда проезжали на линию фронта генералы всякие, да все. К начальнику полетоддела, все даже они куда больше. Ну вот. И мне всегда приходилось их кормить. Для них была специальная кухня. Хотя готовили для них. Я ехала, брала пищу и накрывала столы, кормила этих генералов. Ну вот. Потом наша была армия, 63-я армия. Я не помню, как и почему, как, что. Это было вроде как бы по секрету где-то. Но что случилось, ну армию расформировали, 63-ю. Вот. Расформировали, нас по частям развели. И помню, что я ехала в новую часть, я ехала на машине, на грузовой машине наверху, потому что в кабине должен быть сопровождающий, а мне некуда было. Наверху на брезенте сидела. И на мосту на каком-то машинах как-то занесло, и я свалилась с машины с этой. Хорошо, что сзади еще машины ехали. Я свалилась в сугроб, кувет, большой-большой кувет такой. Меня подобрали из сугроба. А сугробы в ту зиму были вообще неимоверные. По два метра, сугробы были по два метра. Вот пророют вот так со снега, траншеи, машины шли. И не видно машин было. Если вот человек где-то стоит, то машин не видно было. Вот. Ну, я приехала на место, на новое место службы. Начала работать. Опять же, в столовой. Начала работать. И скосил меня ТИФ. Меня сразу, конечно, отправили. Был инфекционный госпиталь тоже в землянках. За фронтом возили меня. Два месяца меня возили. Я 13 суток была без сознания. И возили меня за фронтом. Не только меня, потому что не одна же я была. Тогда тихо, косил всех. Солдат и всех. Вот два месяца меня возили за фронтом. Вы воспитали эти. В землянках, хаты. Помню, хаты, землянки, где мы лежали, все. И у меня было осложнение на ноги после этого, после ТИФа. И я уехала, в общем, меня как бы комиссовали. И я уехала домой. Ну, как я ехала, это или шла пешком. Трое суток я добиралась. Может быть, если сейчас можно доехать в Могилевскую область за полдня, то я трое суток добиралась на перекладных. Потому что раньше даже попутная машина не посадит тебя. Идешь у поля, никто не посадит, не имеет права. Никто. Только на КП. Доходишь на КП, там документы проверяют, куда тебе надо, ждешь машина, когда в ту сторону поедет. На КП тебя отправляют уже дальше. Ну вот. Приехала домой 20 апреля. Недельку, наверное, я поотдыхала. И тут же, раньше не было тунеядцев. Не было ни одного человека. Каждый человек был на учете, работали все. И меня сразу же вызвали на работу. Иди, хватит отдыхать. И никакие уже справочки. Отдохнула недельку, хватит. И все, работать. И пошла работать. Сначала работала на завалах. Завалы разбирали, которые были после бомбежек. Дома поразрушены, разбирали завалы. А потом уже отправили нас на фабрику восстанавливать хозяйство. Вот так я и работала. И голодные, и холодные, и всякие. Между прочим, хочу сказать, когда работали мы уже на восстановлении города. Мы работали, жили в теплушках. И из леса дрова вытаскивали по сугробам. Грузили вагоны. И опять-таки за полкилограмма хлеба. Не зарплат. Макуху хлеба дадут. Вот такой кусок тебе. И все, больше ничего. И работали, ничего не спрашивали. Никто ничего не просил. Вагон поставят и дадут определенные часы. Сколько, за сколько часов вам там пять человек должны загрузить вагон. Загружали. Одного оставляли по ложке. Ичменя оставляли, чтобы она сварила какую-нибудь макуху. Приходим мокрые. В теплушке эта печка топится углем. Железная. И вот все мокрые. За ночь все это сохнет. То, что кругом печки раскинем. И в этом пару. А потом кровь с носа хлыщет на снегу. И только с ней прикладываешь. Ни медпунктов, нигде ничего. Сами себя. Сами себя лечились. Сами себя все делали. Никто ничего. Это сейчас бы 18-летнюю девочку отправили. Работала бы она так. Вот очень книга. Представь себе вот эта книга. Это нам подарили с военкомата. Здесь все погибшие, пропавшие без вести люди. Вот представляете, сколько здесь имен погибших, пропавших без вести. Из моей семьи шесть человек погибли. Шесть человек. Из моих близких, близких мне людей. Всех, кто погиб. А вот сестра, она похоронена, есть памятник. А тут написано почему-то в этой книге, что она без вести пропала. Вот она похоронена. Нам сообщили. Вот и письмо есть, которое нам сообщили, где она похоронена. И вот эти в книге памяти все наши. Кто погиб из моих братьев, сестер. Еще сестра была старшая, которая умерла. Она тоже была на фронте. Но она пришла, попала в окружение и пришла. А вот, разумею, Ольга Васильевна в этой книге. И вот эти люди, которые хоронили сестру Кавьяна на поле, когда погибли, они, выходя из окружения, их все погибло, там полно народу, солдат погибло. И немцы не разрешали хоронить. И все-таки один старик взял и ночью тела эти сгребал. Была жара, июль месяц. И он стаскивал эти тела и закапывал. И документы все сестры были у него. И он где-то под Авином закопал эти документы. А дочка его была такого же возраста, как Ольга наша, как Оля, которая погибла. И она запомнила все это. Запомнила. И когда немцы ушли, стала искать документы, отца расстреляли за то, что он хоронил этих солдат убитых. А дочка, которая сказала, где закопаны документы все. Когда немцы ушли, наши освободили, она стала кругом сарая искать, где закопал документы найти. И не нашла, говорит, документы не могла найти. И даже рассказывает, как у нее волос был. Она у нас была такая, волос у нее пышный был такой. И вот и Настерка, говорит, была вот так расстемнута до сих пор. И Настерка была расстемнута. И волосы разбросаны, и она лежала вот так на узле. И вот она запомнила ее имя и фамилию, и все запомнила, только потому, что она одна была девушка, среди 13 солдат. Она запомнила все из хоронения. Муж мой, он участник войны с первого до последнего дня. Он в армии служил, когда началась война. 26 лет прослужил в армии, когда Хрущев сокращал армию на 300 тысяч человек. И под сокращение попал и наш вояка. Попал под сокращение и отправили куда хочешь. И жди. Никаких ни пособий, ни квартир, ничего. Вот под голое небо, иди с детьми, да и все. Так и были. И искали себя, где нам пристанище какое искать. Так он и умер, не получил ничего от армии. Даже одного дня пенсии умер, где тот день, когда пенсия кончилась. 1 декабря. Сын служил, до полковника дослужился. Вот. Второй сын, старший прапорщик, внук. Внук, майор запаса. Ну что еще? Зять, подполковник, тоже в отставку ушел. Вот. И племянник, и племянник подполковник. Сын племянника, тоже подполковник. Все и сетья, и все-все военные у нас. Все-все, у нас все-все-все-все близкие родственники, все офицеры Советской и Красной Армии, Российской Армии. 70 лет для истории небольшой срок. И уроков Великой Отечественной достаточно, чтобы человечеству понять, что такое война народная. Чтобы человечество помнило ее итоги. Чтобы наш народ помнил, чтил и любил своих героев. Свою армию, свое Отечество. Война народная. Война народная. Священная война. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok